ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Однажды, воскресным утром, мы с папой отправились в парк. Там я встретил своих друзей, и мы затеяли веселую игру. Но вскоре папа позвал меня домой. «Прощайся с друзьями, нам пора идти обедать», – сказал он. «Обедать я совсем не хотел. Вообще-то я могу долго гулять без еды, если играю во что-то интересное». Но папа настаивал, и мне пришлось прервать игру на самом интересном месте. За это я очень рассердился на папу. Всю дорогу домой я его упрекал и жаловался, что папа испортил мне настроение. Дома вкусно пахло. Увидев нас, мама обрадовалась и стала накрывать на стол. Я не хотя сел на свое место, всем своим видом показывая, какой я несчастный. Мама спросила. «У тебя что-то случилось?» «Да, случилось», – угрюмо ответил я. «Папа не дал мне доиграть с друзьями. Он заставил меня идти домой, хотя я еще не голоден». «Папа так сделал, потому что вы гуляли уже два часа, и наступило время обеда», – ответила мама. «Ты говоришь, что не голоден. Но ведь папа проголодался. Это по твоей просьбе он водил тебя в парк. Как ты думаешь, заслуживает он, чтобы ему сказали спасибо и вкусно накормили?» Я понял, что мама на папиной стороне, и мне стало еще обиднее. Я отвел глаза и буркнул ей в ответ что-то невнятное. Тем временем за столом собрались и папа, и мой старший брат Владик. «Мама стала разливать по тарелкам ароматный горячий суп». «Это папочке», – сказала она и поставила перед папой полную тарелку супа. «Это Владику», – приговаривала мама, поставив вторую тарелку перед братом. «А это тебе», – сказала она и налила суп в мою тарелку. Я уловил аромат своего любимого супа и вдруг почувствовал, что сильно голоден. Но минутой раньше я заявил, что не хочу есть, и теперь упрямство не позволяло мне прикоснуться к еде. Я был все еще сердит на папу. Мама не поддерживала меня, и я обиделся на нее тоже. «Почему ты сначала папе суп налила, потом Владику и только потом мне?» Стал я придираться к маме и почувствовал, как неприятно звучит мой голос. «Зачем вы торопили меня сесть за стол, а сами кормите меня последним?» Мой голос становился все более капризным и визгливым, но я ничего не мог поделать. Противный голос сам вырывался из меня. Мама спокойно ответила. «Обрати внимание, что перед каждым из вас стоит тарелка с супом, кроме меня. Я последняя, а не ты. А знаешь почему? Потому что я вас всех люблю и поспешила сначала накормить вас, моих любимых мужчин». В ответ на это папа сказал маме спасибо, а Владик улыбнулся ей в знак благодарности. Один я ничего не ответил. Мне стало не по себе от того, что я так грубо разговаривал с мамой. Но признаться в этом я не хотел. Ни папа, ни Владик не обращали на меня никакого внимания. Они ели и переговаривались между собой. Мама тоже принялась за еду, как ни в чем не бывало. Мне мучительно хотелось есть, но из упрямства я не мог себя заставить взять ложку в руки. Тот противный голос, который сидел во мне, рвался наружу, чтобы сказать что-то обидное. Но я заставила его промолчать. И тут мой взгляд упал на блины. «Я не буду суп, я буду блины», – объявил я. Мама пожала плечами и сказала. «Как хочешь». Я откусил еще теплый душистый блинчик и почувствовал громадное удовольствие. Я и не заметил, как проглотил один блин, за ним второй, а потом и третий, и четвертый. Папа, мама и брат доедали суп и молча поглядывали на меня. «Ты же говорил, что ты не голоден», – удивленно сказала мама. «Ну и что? Не хотел и не ел. Передумал и ем», – резко ответил я и потянулся за следующим блином. На тарелке осталось последних три блина. Папа перехватил мою руку. «Подожди», – сказал он. «Сначала ответь мне, как ты думаешь, это блины для всех или только для тебя?» «Для всех», – согласился я. «Что же ты ешь и никого не спросишь? Может, кто-то из нас тоже хочет? Например, мама. Это ведь она блины пекла. Неужели ты и ей ни одного не оставишь?» Папа пристально посмотрел на меня. Тот противный голос внутри снова хотел сказать. «Ну и что? Хочу и ем. Кому какое дело?» Я еле сдержал его. Папа продолжал. «Запомни, мама у тебя одна. Ее беречь надо, заботиться о ней». «Эх, не стал ты еще настоящим мужчиной», – вздохнул он. И тут мой противный голос вырвался наружу. Я заплакал на взрыв и убежал в свою комнату. Плачу погромче, чтобы все знали, как мне обидно. А сам думаю, что же это такое получается? Мама за папу, папа за маму. А как же я? Тут пришел Владик. Я ему и говорю. «Зачем пришел? Уходи отсюда, не видишь, мне плохо!» А он мне в ответ. «Сам виноват, всех обидел. Ты же маму и папу любишь. Так пожалей их, помири с ними, и тебе станет хорошо». «Не буду!» – буркнул я и уткнулся лицом в подушку. «Ну, как хочешь», – сказал Владик и вышел из комнаты. А мне вдруг расхотелось плакать. Я стал думать, что, наверное, напрасно обидел папу и маму. И брата жалко. Зачем я его прогнал? Этот голос противный виноват. Почему он все время выскакивает из меня? Сижу в комнате, сижу. Мне уже скучно стало. Захотелось выйти. Ну, как теперь всем в глаза смотреть? Я же сам всех обидел, думаю. Надо подойти к маме и папе, сказать «извините» и с Владиком помириться. Думаю, правильно. А сказать хорошие слова никак не могу. Как будто эти слова у меня в горле застряли. Тогда я к зеркалу подошел и попробовал сказать их тихонечко. А противный голос мне мешает. Делает капризным каждое мое слово. Ух, и рассердился я на него. Ну, думай, сейчас я тебя прогоню. Я решительно пошел в комнату, где были папа, мама и Владик. Вдохнул побольше воздуха и громко произнес «Извините меня, пожалуйста. Я не хотел обидеть вас. Просто у меня было плохое настроение». Папа с мамой обрадовались. Мама обняла меня и чмокнула в щеку. «Я всегда знала, что ты у меня хороший сын», сказала она. Папа протянул мне руку. «Давай пять», произнес он. «Молодец, настоящий мужчина. Принял решение и исправил дело». А брат, глядя на меня, просто улыбнулся и подмигнул. И мне сразу стало хорошо. А противный голос куда-то делся. «Остался мой настоящий, тот, который не забывает быть вежливым». Я еще повиняюсь чем, только улыбнулся и 것이, несはいah. Да, что мы это не большой материал. Переводен я, просто улыбнулся и подключить consumers. Даже жизни не прошу». И улыбнулась она, не прошу ответа. «Р PCR» Улыбнулся, что улыбнулся. Улыбнулся? Сativas улыбнулся.